Ну а теперь обсудим результативность депутатской работы с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, гость подробностей недели. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. И скандалов хватало на этой неделе, но все-таки результат работы, согласитесь, был у депутатов. Все-таки, получается, могут наши народные избранники работать, когда захотят? Ну, действительно, в четверг, пожалуй, за очень долгий период времени парламент впервые повернулся лицом к людям. И то, что были приняты законы по помощи переселенцам, это очень важно, поскольку миллион семьсот тысяч человек, людей, которые начинают жить свою с нуля, потеряв все, они нуждались в поддержке государства. И первые законы, которые прошли в этот день, это свидетельство того, что парламент действительно побеспокоился о этих людях. Хорошо, давайте об этих законопроектах поподробнее. Что конкретно изменится для переселенцев после принятия вот этих двух законов? Ну, в первую очередь, облегчена бюрократическая процедура. И теперь переселенцу, имея уже один раз справку о том, что он переселенец, не надо каждый раз, приезжая в другой город какой-то, даже временно, как временно осужденному становится на учет в районе милиции, так ходить в отдел социального обеспечения и ставить опять печать. И второе, что в местах компактного проживания переселенцев, в городках, с них раньше брали плату за электронерию, как с промышленных предприятий. Сейчас вернули, справедливость вернулась в том, что с них брали, в полтора раза меньше стали брать плату за электрику. Это очень важно для людей. Но на очереди еще 14 законов, которые охватывают целый такой пласт проблем и решают пласт проблем, с которыми столкнулись эти люди. В первую очередь, конечно, закон 4794, который поддерживает людей пострадавших. 17 тысяч гражданских людей, гражданских лиц получили ранения, очень многие остались инвалидами. И этот закон дает возможность обеспечить им выплаты, чтобы они получили поддержку со стороны государства. Закон, который касается бесплатного питания детей, переселенцев в школах. Закон, который дает возможность им участвовать в выборах, поскольку сегодня они не могут даже в выборах участвовать. Вот эти законы, которые остро и жизненно нужны, они еще на очереди. Получается, что вот эти два законопроекта, которые приняты, это только начало большого пути. А когда можно ждать хотя бы рассмотрение и в лучшем случае принятия? Вообще наш ультиматум был, что если мы не будем рассматривать законы переселенцев, мы вообще ни за что не будем голосовать. Это мы во вторник с ним выступили, мы выдержали это. Слава Богу, парламент начал голосовать за эти законы, их поставили первый в четверг. И дальше я считаю, что эти законы, такие законы должны становиться в первую очередь на следующей пленарной неделе. Юрий Анатольевич, а финансирование на все эти нормы предусмотрено? Так не так много денег. Гораздо больше денег тратится на силовой блок. Но это как раз второй вопрос, который для нас является принципиальным. Мы считаем, что пора переходить к пересмотру бюджета. Поскольку есть реальное увеличение доходов бюджета за счет инфляции. Это деньги, которые получены, грубо говоря, из воздуха. Их надо вернуть людям, поскольку за счет инфляции сразу растут цены. Сразу начинаются проблемы у людей, поскольку они не в состоянии угнаться со своими пенсиями и зарплатами за ростом цен. Поэтому следующий вопрос для нас принципиальный и что нужно для людей, это пересмотр бюджета в части поднятия пенсии, в части увеличения социальных выплат. Хорошо. Смотрите. Следующая неделя будет не пленарная, а выходная. Затем парламент ждет две пленарные недели перед месячным перерывом заседания. Чего ждать от этих двух недель? Я предложил бы и позиция нашей фракции будет в первую очередь пересмотр бюджета. По вопросам социальной поддержки, о которых я сказал. Второе, это продолжить вот этот законодательный коридор для того, чтобы помочь переселенцам и принять 14 законов, которые ждут. И вообще сконцентрируется на экономических проблемах, которые сегодня гораздо больше волнуют людей, чем какие-то политические, идеологические, языковые, квоты какие-то. То, что все время пытается руководство парламента увести от решения, вместо того, чтобы решать насущные проблемы людей. Я бы и наша фракция будет наставить именно на таком сценарии. Ну что ж, посмотрим, что из этого удастся реализовать. Спасибо вам за ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Ну а мы продолжаем.